Мы на самом деле находимся в своем сакральном месте. Если вы обратили внимание, ну, есть и среди вас те, кто не первый раз в этом зале находится, здесь какая-то энергетика особая в этом зале. Причем эта энергетика, она присутствует практически во всех помещениях. Если мы вот зайдем тут нижний зал, скажем так, за этот стол, как мы называем, старым короля Артура, если вы за ним имели возможность посидеть, к сожалению, фуршет на этом или какое-то обидное меню заставляет его вынести, вы бы это почувствовали бы на себе. И поэтому мы все обращены вроде бы в это историческое прошлое, но, как говорили, оно и наше настоящее, и оно, прежде всего, наше будущее. И мы сегодня позволим себе от Школы здравого смысла сделать такой, ну, небольшой наш, что ли, вклад в сакральность этого места. Владимир Викторович проделал большую работу, еще раз рассказывал, что было сделано. Это личный автограф Михаила Викторовича Лермонтова, основателя, скажем так, регион политики, как мы говорили, да? И вообще человек, который заложил те главные, может быть, смыслы нашего сегодняшнего бытия. И вот такой большой подарок, ну, Владимир Викторович, расскажем о том, да, про историю, да? Друзья, в 2014 году, когда было 203 с дня рождения поэта, была большая программа празднования этой даты в России, во всем мире. И библиотека Конгресса США тоже проводила мероприятие, она обратилась к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, чтобы Михаил Юрьевич разыскал очень известную, но неизвестную, где находящуюся, картину «Парус поэта». Михаил Юрьевич поручил этой школе здравосмыслов, и школа здравосмыслов нашла оригинал альбома в публичной библиотеке Санкт-Петербурга. Сейчас мы... Это картина «Парус». Нам библиотека прислала оригинал. Вот, посмотрите, наверное. Кстати, две справки. Он написал вот этот «Парус» в 14 лет. 14 лет на 7 класс, да? А внизу его рукой стихи «Билет Парус Одинокий», которую мы все учим в школе. На минуточку. Кто-нибудь знает, сколько было лет поэт, когда он написал «Билет Парус Одинокий»? Судя по рисунку, 14. 12. Михаил Юрьевич, от школы вручаем. На самом деле, вещь просто потрясающая. Когда я ее увидел, то есть это и картина, которая... Ну, вы знаете, что Лермонтов был замечательным художеством. Почему он был за многими там, да? Как гений настоящий. И это вот его рука. Михаил Юрьевич. Гениально. Спасибо. Это досторонный, уважаемый. Отсторонный, слава чувства. И я хочу уточнить, все-таки, здесь стоит подпись, когда Лермонтов написал. 32-й был. А он рождение 14-го года, поэтому сначала... Он, наверное, переписывался, говорили. Первые фразы появились действительно в детстве. У него очень много здесь Середнякова было написано таких начал, например, там, «Ребята не Москва, а за нами». Так вот, это 32-й год. Это тот период, когда Лермонтов отсюда, из Середнякова уехал в Санкт-Петербург поступать в школу гвардейских подправорщиков. И потом возвращался из Петербурга и здесь останавливался. И мы считаем, потому что нет никаких других документальных подтверждений, что парус был завершен именно здесь, в Середняково. Это не наше стихотворение. Спасибо. Больше, больше. Это интересный момент. Я предложил Никто Боринча Рады.